Самарские новости спорта И сегодня деды, а в прошлом игроки Крыльев Советов сдаваться без бой не намерены, хотя готовы были подарить молодым футболистам спортивный праздник. Я вот себя представляю, вот в 13-14-15 лет, или чуть поменьше, меня привезли на базу Крыльев Советов, и я бы здесь играл, где главная команда тренируется, играет на всю жизнь, память, и ребята будут тянуться, вот футбол для них будет главным. Крылья мечты – команда паралимпийцев. В футбол играют глухонемые спортсмены из ДЦП. Три раза в неделю уже четыре года. Для них игра – это настоящая жизнь. А предновогодние матчи с ветеранами Крыльев Советов – подарок судьбы. Не всем любителям футбола выпадает такая честь. Многие ребята просто-напросто благодаря нашей команде сумели выйти из дома и найти свой круг общения, интересы и так далее. То есть мы не просто команда, мы многие друзья уже теперь. Матч получился по футбольному красивым. Паралимпийцы удивили ветеранов слаженной игрой и меткими ударами по воротам. И если бы не экс-голкипер Крыльев Советов Виктор Гаус, то счет был бы в пользу Крыльев мечты. Однако победу в этом году одержала команда Дедов Морозов 3-1, которые подсластили горечь поражения молодым футболистам конфетами и сувенирами Самарского клуба. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Дедов Морозов 3-1